В соответствии с указом президента Российской Федерации расширены меры поддержки российских семей с детьми. Нововведения касаются предоставления ежемесячных выплат в сумме 5000 рублей за каждого ребенка, а также новые выплаты в сумме 10000 рублей. Ранее право на ежемесячную выплату в 5000 рублей с апреля по июнь на детей до 3 лет имели только семьи с правом на материнский капитал. Что касается выплаты 5000 рублей в апреле месяца, то нами все заявления, которые поступили от граждан Рязанской области рассмотрены. Их поступило более 14 тысяч и мы направили 75 миллионов рублей на эти выплаты. Теперь по указу президента к гражданам с правом на выплату относятся еще и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года вне зависимости от права на материнский капитал. Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату с 1 июня в размере 10 тысяч рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года. Заявления на перечисление выплаты в 5 и 10 тысяч рублей будут приниматься с нами до 1 октября этого года. За месячные выплаты в 5 тысяч рублей можно обратиться через портал государственных услуг или личный кабинет на сайте пенсионного фонда или через клиентские службы пенсионного фонда, предварительно записавшись. И также прием заявлений вчисляют многофункциональные центры. За выплаты 10 тысяч рублей можно обратиться через портал госуслуг, минуя личный кабинет на сайте пенсионного фонда, через клиентские службы в территориальных органах пенсионного фонда или через многофункциональные центры. Что касается поддержки бизнеса, то в своем обращении глава государства предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших из-за коронавируса отраслей. Путин добавил, что проценты не надо будет платить ежемесячно, так как они капитализируются, а на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. Еще одна значимая поддержка бизнесу – выплаты субсидий. Кто у нас попадает под меру поддержки бизнеса в виде субсидий? Первое – налогоплательщик, это юрлицо или индивидуальный предприниматель, который входит в реестр единых субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года и ведет деятельности в отраслях, которые признаны правительством Российской Федерации наиболее пострадавшими. Этот перечень, он утвержден специальным постановлением и с ним ознакомиться можно на нашем сайте налог.ру. Кроме этого, если это у нас с вами организация, то она не должна быть в процедуре ликвидации или банкротства, в отношении нее не должно быть решения о предстоящем исключении из игры Ю. Также у получателя субсидий по состоянию на 1 марта 2020 года должна отсутствовать недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающие 3000 рублей. Количество работников-получателя субсидий в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 2020 года. Размер субсидий для индивидуальных предпринимателей и организаций равен величине минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей. Расчет производится на основании данных, которые направляют налогоплательщики в пенсионный фонд по форме СЗВМ. Вот здесь хочу обратить внимание, чем быстрее ИП и организации, которые имеют наемных работников, отправят в пенсионный фонд форму СЗВМ, тем быстрее пройдет проверка и расчет, соответственно, субсидий. Для чего нужна форма СЗВМ? Расчет будет учитывать, что предприниматель или организация, имеющая наемных работников, не должны снизить численность своих сотрудников, соответственно, в апреле и в мае по сравнению с мартом более чем на 10%. То есть, если у нас 10 человек было в марте, то не менее 9 должно быть, да, ну для простого расчета, в апреле и в мае. Вот такое условие тоже является очень важным. Заявление должно быть специального образца, но также установлено постановлением правительства, но доступно в свободном виде на сайте налог.ру. Мы убедительно просим перед тем, как направлять заявление, сначала пройти проверку. На главной странице сайта налог.ру доступен раздел, если вы пострадали от коронавируса, получите субсидию, да, вот зайдя в этот раздел, там осуществляется проверка и сразу же выходит результат. Подпадаете вы под действующую меру или нет. В указанном блоке размещена основная информация о мерах поддержки бизнеса.